Бывает очень тяжело переживать у меня партнера. У меня муж, он действительно неудивый человек. Я стараюсь эмоционально напрячаться, но это очень тяжело. Я знаю этот механизм молитвы, я начинаю молиться при себя. Это, конечно, вручает, но в голове хочется еще раз услышать какие-то механизмы. Сначала надо понять не это. Знаете, взаимодействие двух людей, мужа и жены, всегда взаимодействие, оно во всем обоюдное. Но если что-то есть еще у близкого человека, а у тебя этого нет, то он будет взаимодействовать с кем-то другим. Смотрите. Допустим, муж гневливый, а вы не обидчивый, как обычно бывает. Один из супругов гневливый, другой обидчивый. Допустим, вы не обидчивый, а он гневливый. То у вас вообще нет обидчивости. То по закону он будет гнев свой направлять на того, кто реагирует, а не на вас. Вот, допустим, ребенок, ему больно, он упал, но никого нет, он не плачет. Но если мама придет, он плакать начинает даже через пять минут, несмотря на то, что уже меньше боли. Потому что боль активизируется в сердце ребенка, когда он видит объект, которому можно это передать. Ну, также, если муж гневливый будет гневаться рядом с вами, можете его легко успокоить. Если это не ваша судьба. Ну, допустим, у меня жена ленится часто. Я не ленюсь. И не беспокоюсь о ее лении. Раньше беспокоился, а потом понял, что это не моя судьба. Или стал беспокоиться. Просто я ей помогаю всем. Делаю так, чтобы она не ленась. Но если бы это моя была у судьбы, я бы сильно злился на это. Как будто дулся все время. Я такая активная, она такая пассивная. Первое, что нужно сделать, нужно понять объем работы. Есть три стадии отношения к управлению. Первая стадия – безнадебная. Первая стадия – безнадебная называется. Он виноват, я хороший. Это стадия безнадебная. Решить проблему невозможно. Никак. Только советов и добра, и ничего не получится. Он виноват, я хороший человек. Это безнадебная. Вторая стадия – мы оба виноваты. Уже полегче. Но проблема будет решаться. Но когда она решится полностью в сердце, когда победа придет, тогда я виноват, я только один виноват, а он лишь инструмент в руках моей судьбы. Он меня наказывает за мою вину. Вы на какой стадии находитесь? На второй виноват. Я понимаю, что он как отчасти больно. А тут как? У меня ощущение, что Виталий Талинович помогает. Какой-то симптом. Он не может это контролировать сам. Возникает это спонтанно. Ну и я, наверное, тоже могу это провоцировать. Провоцировано. То есть он все равно плохой, я хороший. Но я просто… Я стараюсь понять, что я тоже глухая. Наверное, все равно я их не срабатываю. То есть вы на переходе от первой стадии… Да, на верх. Ну вот это отчаяние указывает на то, что очень сильна первая стадия. Отчаяние пройдет, когда вы поймете, что это все вам дано на супе. Это правильно все. Вы же не можете отвечать за это, что вы очень отличивый человек. Я считаю себя не обидчивым человеком. Ну я быстро попрощаю, даже если у меня сильно обидит. А он что, не быстро выходит из гнева? Он тоже быстро выходит из гнева. Ну все нормально. Я считаю, что я просто… Вы не обидчивый человеком, а он не билый, да? Нет… Нет… Чуть-чуть… Да… Ну он, значит, чуть-чуть гневливый. Ну чуть-чуть гневливый… Нет. Сильно. По мне так сильно. Значит, понимания полного нет в большем сознании. Приятно чувствовать, что ты на первой стадии. Кажется, что ты уже как-то не будешь. Ну, это нормально, что вам кажется, что вы на вторую очередь. Каждому человеку кажется про себя лучше, чем он есть. Если бы мы все знали про себя. Вы знаете, есть определенная шкала. Невежественному человеку кажется, что вообще он не святой. Им кажется, что вообще ни в чем никогда не бывает виноват. Страстному человеку кажется, что в основном он не виноват. Но иногда бывает виноват. Благостный человек понимает, что он в основном виноват. А остальные люди просто осуществляют его виноват. Выполняют. А святому человеку он точно знает, что он просто ужасно грешный. Святой человек. А остальные люди хорошие в сердце. Хоть и делают ошибки в жизни. Если вы классифицировали, то есть да. Я много раз это слушала, слышала. Каждый раз пытаешься понять. Но не можешь. И каждый раз в какой-то ловушке оказываешься. Своего совершенства. Нормально, да. Вы уже женского периода видите. Вы такая красивая. Вы смотрят на себя за это. И думаете, какая хорошая. Когда вы с Божьим ведете, он так ведет себя хорошо. Лазовая, нежная. Говорит, ну. Надеюсь, иначе по любому не тратить. Сколько всего. Я очень хороший человек. А он не нужен. Нет. Я считаю, что вы правильно все говорите. Никогда не смеялась. Владислав. Двигайтесь стыдно. Это нормальная вещь. Вот я тоже слушаю вас и думаю. У меня такой умный. Дело, что я ей столько хорошего сказал. Правильно такой человек. У меня тоже это не стыдно. Тоже проблемы есть в сознании. Но очень трудно себя разглядеть. Трудно себя разглядеть. Правда? Святой человек, он чувствует все грехи в себе. Это вот самое близкое приближение к ощущению себя души. Когда перед тем, как человек чувствует себя душой, он чувствует все свои грехи и раскаивается постоянно. Это признак высокого уровня святости. Но до этого времени мы не чувствуем силы своей руки. И поэтому мы страдаем от несправедливости, которая будет приходить к нам. Как на самом деле это справедливость. Она приходит к нам и смотрит... Ну, не важно, чувствуем мы это или нет. Это не имеет значения. Она приходит, потому что у нас есть проблемы. Если кто-то, допустим, слушает мою лекцию, и мне не нравится то, что я говорю. Это значит, что у меня там есть проблемы. И он их видит. Но я не вижу. Я думаю, вот что это мне не нравится. Я же хороший. Всегда те, кто задевает нас, они указывают нам на объем работы. И это хорошо, но это больно. И это нормально. Весь эти люди обязательно будут нас мучить на сто процентов. Не сомневайтесь в этом. Что это очень полезно для вас. Вы очень совместивны с вашими душами. Вы чувствуете абсолютную совместимость. И могу вам это доказать. Вы, когда встречались, очень сильно облюбились друг с другом. А потом увидели весь концерт. Так бывает у всех. Улюбленность сильная, так как горячий признак сильной совместимости. Значит, много всего совпадает. Ну, сейчас, конечно, вы об этом забыли. Вы на него гнили. Вы забыли, что у вас была облюбленность. Надо вспомнить. Нет, я знаю об этом. Я знаю, что она совместилась. Все. Действуйте. Потому что, когда вы мне сказали, первое, что вы мне сказали, было такое ощущение, что, блин, полная несовместимость. Все. Безнадежно. У кого было такое ощущение? Поднимите руки. У нас был замок. А сейчас, видите, все видят, что нормально все. Ваши вопросы, да? А, как сам вы побыстрее улетели в нее, чтобы выставать за убийство? Надо отойти от болезни. Будет тянуть к ним, чтобы еще что-то сказать. Когда человек гели, ему еще хочется еще сказать. Он не может остановиться. Надо отойти и включить духовную музыку, лекцию включить. Лучше всего двигаться в это время. Пойти погулять, лекцию послушать. Но нужно просто перестать контактировать с тем, кому ты хочешь передать свою правду. Нет, это же на основе правды происходит теперь. На основе лжения. Есть правда, и ты хочешь ее сказать. Спасибо. Спасибо.